План мирного свержения режима. Тут люди даже не читают весь план, говорят, нужно это только с оружием, нужно этот режим менять. Во-первых, вам никто оружие не даст. Во-вторых, мы говорим, что наш план заключается в том, чтобы 4000 ячеек плюс вот 3000 тех активистов, вот я фильм выпустил «Как заработать с Мухтаром Аблязом», там поясняют, что мы 3000 профессиональных революционеров, которые будут нами финансироваться, вот они соберут необходимое количество протестующих и перетащат на сторону народа 10 тысяч силовиков с оружием. Вот откуда будет у нас оружие, понимаете? И когда 500 тысяч человек раз, плюс силовики с оружием два, на той стороне никого нет. Два шала, Назарбаев, Токаев, маленькая кучка полицейских и все, никого, больше никого нет. Вот тогда никто стрелять не будет. Вот в чем суть плана мирного свержения режима. Изучите, пожалуйста, посмотрите. Но для того, чтобы все это организовать, нам нужны ресурсы. Какие ресурсы? Я сейчас хочу повторить. Многие люди пугаются. 60 миллионов евро или 30 миллиардов тенге, это кажется неподъемная сумма. Но эти деньги же не собираются от одного человека или от двух. Я озвучиваю так. 10 тысяч тенге, если 1 миллион человек начнет каждый месяц инвестировать, каждый месяц мы будем собирать у 10 миллиардов тенге. У нас же желающих перемен миллионы, не 1 миллион, а миллионы. Вот мне звонила одна активистка. Я говорю, что у людей 10 тысяч тенге нет в месяц? Она говорит, это же небольшие деньги. Да, это небольшие деньги. Когда миллион человек инвестирует, не пожертвует, инвестирует, мы каждый месяц будем собирать по 10 миллиардов тенге. За 3 месяца мы 30 миллиардов тенге или 60 миллионов евро соберем. Начнем финансировать вот этих бойцов. У нас как регулярная армия будет. 3 тысячи человек, группа, перед ними будет поставлена задача выводить людей на митинги. Это профессиональные революционеры, которые будут заниматься только этой деятельностью. Мы будем платить по 500 тысяч тенге ежемесячно. Плюс обеспечим телефонами, рациями, спутниковыми системами коммуникаций. Даже если выключить интернет, эти люди будут на связи. Вот такой план. Вы боитесь? Нет проблем. Но есть люди, которые не боятся. Вы хотите заработать? Пожалуйста. Сейчас есть возможность заработать по коэффициенту 100. Вкладывайте миллион, получаете 100 миллионов через год. Но нам нужно собрать эти деньги, чтобы двинуть эту команду вперед. Чтобы они профессионально работали. Это как регулярная армия, я еще раз хочу сказать. Как регулярная армия. Как мы можем победить эту власть с какими-то полицейскими? Мы им должны противопоставить еще большие силы. Мне вот недавно написали, что вот зачем ячейки, вот люди как Грузии вышли и все снесли. Не выйдут люди, вы это прекрасно знаете. Еще раз повторяю. Грузии на митинги люди могут свободно выходить. Они свободно могут создавать партии. Они будут голосовать. А у нас такого возможности нет. Эта власть нам не дает возможность выходить на улицы. Не дает возможность голосовать, потому что подделывает бюллетени. Не пускает на выборы реальных оппозиционеров. Вы ищите лидеров Марат Желамбаев. Это не Назарбаева земля. Пожалуйста, посадили. Мне прямо сказали, это заказ Такаева. Посадить меня. Что, каждый раз будем лидер появляться, его будет сажать в тюрьму? Думан Мухаммед Карим, журналист. Сегодня его фото выставили. Уже с палкой, с костылем стоит. Считаю, год уже в тюрьме сидит. Если народ боится, то эти лидеры будут появляться, их будет режим сажать. Что мы должны сделать? Значит, мы скрыты должны обединиться. Значит, мы должны профинансировать те, кто не боится. Инвестируйте в будущее, мы парам облеграем. Алга, Казахстан. Такие люди у нас есть. Сейчас важно, чтобы мы сменили режим и построили крутую страну. Вы понимаете, что мы, если каждый по 10 тысяч тенге инвестирует, он заработает в 150 раз больше, как минимум. Значит, все у нас есть. Доходность, вот она. Откуда? От финансовой пирамиды идете, вы не знаете. Как они заработают, думают какие-то кудесники, фокусники. А мы вам показываем. В национальных резервах, я всегда говорю, что минимум 90 миллиардов долларов. Сейчас эта власть объявила, что в национальных резервах 96 миллиардов. 36 миллиардов лежит в национальном банке и 60 в национальном фонде, или нефтяной фонд, как называем. 96 миллиардов. А мы, собрав эти 30 миллиардов тенге, или 60 миллионов евро, будем выплачивать 2 миллиарда евро. Видите, в национальных резервах уже 96 миллиардов лежит. Это не финансовая пирамида. Вот она реальность. Вот они, деньги перед вами. Плюс гигантская собственность тех людей, которые контролируют власть. Один Назарбаев украл больше 200 миллиардов долларов. Все это перед вами. Это никакая не финансовая пирамида. Что нужно сделать? Просто собраться, просто инвестировать. Мы создадим команду, снесем режим, и вы получите свои деньги. Не говоря о том, что у нас страна мгновенно изменится. Мы такие страны, как Балтийские, можем фактически за 4-6 лет догнать по уровню доходов. Через 2 месяца ваша жизнь изменится. Вот я не понимаю, все же просто. Технологии есть. Вот в Телеграм мы рекламу сделали. Все есть. Давайте действовать. Давайте действовать. Ну сколько можно уже спать? Сколько можно ждать? Сколько можно верить обещаниям? Назарбаеву больше 30 лет, Токаеву еще больше 5 лет вы верите. Пора менять. Все механизмы созданы. Мы мирно сможем сменить этот режим. Повторяю, мирно. План озвучен. Скоро выйдет фильм. Смотрите. Объединяемся. Действуем. Инвестируем. Зарабатываем. Меняем нашу страну. Аллах Азастан. Продолжение следует... Продолжение следует...